друзья всем огромный привет вы на канале в гостях у аннушки сегодня я готовлю шоколадный бисквит я получила очень много комментариев о том что у многих из вас не получается приготовить шоколадный бисквит с этим бисквитом у вас не будет проблем и все обязательно получится первым делом желтки отделяем от белков делайте это очень аккуратно белки отделяйте в чистую сухую посуду также будьте внимательны чтоб ни капли желтков не попала в белки для бисквита мне понадобится 140 грамм сахара это 7 столовых ложек без горки и примерно половину сахара всыпаем желтки все это нужно взбить до посветления желтков миксером или венчиком после этого вливаю 100 миллилитров растительного масла без запаха или полстакана стакан у меня на 200 миллилитров теперь в желтки сахаром нужно просеять 40 грамм какао я беру 4 вот таких вот неполных столовых ложки вкус и аромат шоколадного бисквита полностью зависит от какао поэтому выбирайте вкусное качественное какао и тогда вы получите очень вкусный ароматный шоколадный бисквит получаю вот такое вот густое тесто хорошо разбиваю все комочки и вливаю 80 миллилитров кипятка или 8 столовых ложек все хорошо перемешиваю и получаю вот такую вот жидкую массу теперь муку я размешаю с разрыхлителем разрыхлителя берем 10 грамм или 2 чайные ложки теперь муку и разрыхлитель просеиваю в полученную массу муки я взяла примерно 110-120 грамм это восемь вот таких вот столовых ложек хорошо все перемешала до однородности разбила все комочки и пока шоколадное тесто отставляю сторону теперь белки белки я добавляю щепотку соли и взбиваю все на средних оборотах миксера когда сверху появится вот такая вот пена всыпаю оставшийся сахар и взбиваю все на максимальной скорости до плотных устойчивых пиков друзья для того чтобы белки у вас получилось сбить в хорошую плотную пену посуды в которой вы взбиваете белки в том числе и венчик обязательно должны быть чистыми на них не должно быть ни капли жира желтки это тоже жир поэтому внимательно отделяйте желтки от белков чтобы желток не попал у белок вот такой вот результат нам нужен теперь небольшое количество белков добавляю в шоколадное тесто и аккуратно все перемешиваю до однородности теперь оставшиеся белки добавляю в тесто и все хорошо перемешиваю тесто готово его сразу переливаю в подготовленную форму у меня это кондитерское кольцо диаметром 22 сантиметра форму с тестом убираю в хорошо разогретую духовку на 170 градусов режим верх-низ выпекая в середине духовки время выпекания бисквита зависит от вашей духовки в моей духовке бисквит выпекался 45 минут первые 30 минут духовку лучше не открывайте иначе бисквита сядет примерно через 35 минут я начинаю проверять бисквит на готовность когда зубочистка выходит вот такой вот полностью сухой на ней нет следов сырого теста бисквит готов любой бисквит главное не пересушить поэтому через 35 минут выпекания я каждые 5-7 минут проверяю его на готовность фольгу я сразу снимаю бисквит форме оставляю на решетке до полного остывания посмотрите какой ровный получается бисквит если у вас нет времени его сразу можно делить на коржи но я обычно убираю его в пакет и в холодильник бисквит у меня проведет в холодильнике ночь и утром я его буду делить на коржи друзья если у вас как и у меня нет поворотного стола тогда можно воспользоваться подставкой и тарелкой от микроволновки делить на коржи этот бисквит одно удовольствие режется он очень легко и практически не крошится из этих коржей я сделала торт на день рождения своей сестре коржи я ничем не пропитывала просто смазала их заварным шоколадным кремом и примерно через 5-6 часов торт прекрасно пропитался бисквит на самом деле очень вкусный он влажный пропитывается очень быстро друзья поэтому пробуйте надеюсь вы будете довольны результатом если остались вопросы задавайте их в комментариях я с радостью всем отвечу подписывайтесь на мой канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео спасибо всем за внимание и до новых встреч